Два года протестом в Woman Life Freedom, четыре года протестом в Беларуси и РПЦ за домашнее насилие. Вы смотрите новости с еженедельного митинга у посольства России в Лиссабоне. Сегодня 14 сентября, 14.30. 16 сентября 2022 года прошли похороны Максы Аминни, забитой до состояния комы иранской полиции нравов за то, что она недостаточно туго затянула хиджаб. Местные жители не дали службам безопасности похоронить девушку тайно. Русская служба BBC показывала фотографию с ее могилы с надписью «Ты не умерла, твое имя станет боевым призывом». На церемонии женщины начали снимать хиджабы в знак протеста и скандировать смерть диктатору. Более 500 человек были расстреляны на улицах, многие были ранены и арестованы. Центр по правам человека в Иране собрал высказывания иранок и иранцев. Одна цитата. «Поддержка иранцев за рубежом важна. Атмосфера запугивания, рост числа казней, отсутствие поддержки иранского движения со стороны некоторых западных стран ослабили революционные устремления». По сообщению Министерства обороны Великобритании в соцсети ИКС от 13 сентября, Иран передал России ракеты FAT-360 с дальностью до 120 километров. Вы можете спросить, что касается протеста в Иране? Just two years ago, the Mullah's regime has been killed at least near to 600 Iranian people. Iranian people want to live like many people who live in the free world based on human rights, which of course include women's rights and LGBTQ rights as well, for instance. Iranian want freedom and democracy. So if you hear somewhere that the demand of Iranian people is just hijab and nothing else, that is not true, and that is the big lie. Iranian people also do not have any enmity with any nation, including Israel. They strongly disagree with arming Putin's regime, such as delivering weapons, missiles, and drones that Russia used against the people of Ukraine. Also strongly disagree with their money being spent to support terrorist groups funded by the Islamic regime. And I also wish for all women in the world to reclaim their freedom. So I would say, woman, life, freedom. Перед выборами 2020 года Лукашенко арестовал или не допустил до выборов оппозиционных кандидатов. Светлану Тихановскую, как и любую женщину, он считал неспособной занять его место. Трио Светланы с Марией Колесниковой и Вероникой Цепкало стало олицетворять перемены. Лукашенко объявил, что получил 80% голосов. По подсчетам независимых организаций, 56% избирателей поддержали Тихановскую, и лишь 34% Лукашенко. Начались протесты. Женщины закрывали собой мужчин и скандировали «Вам никто не даст». Кадры разгонов акций, избиений людей и пытки в следственном изоляторе Окрестина потрясли мир. Путин тогда пришел на помощь другу диктатору. Хотя Лукашенко 4 сентября и помиловал 30 человек, осужденных по политическим статьям, правозащитная организация «Весна» за август признала политзаключенными еще 5 человек. Состояние здоровья Марии Колесниковой, отбывающей 11-летний срок, вызывает большие опасения. Ее вес достиг 45 килограмм. В феврале издание «Медуза» рассказывало, что правозащитники из СК СОС заявили, что седу Сулейманову, которая сбежала от родственников из-за отказа вступить в брак и которую сотрудники полиции вернули в Чечню, могли уже убить. Интернет-издание «Кавказский узел» рассказывало об убийствах чести, которые совершают родственники женщин на Кавказе, поводом для которых может быть добрачный секс или просто жалобы на мужа, который бьет ее и детей. В июне издание «Верстка» рассказывало, что Кремль пообещал РПЦ не принимать закон о домашнем насилии. РПЦ считает, что он будет расшатывать основы традиционной семьи. ПРУФы и ссылки в описании. Подписывайтесь и помогайте.